Дорожные таблички В большинстве случаев по всем грамматическим правилам Вот предупреждение, что враг впереди, вот указатель на раку Здесь обозначены локальные населенные пункты О том, что значительную часть игиловцев в Ашададе составляли именно русскоязычные боевики Подтверждают ополченцы курды, которые теперь контролируют город Во всех интернет-кафе муджахеды общались со своими родственниками за рубежом Поймали одного русского боевика, обвинили его в шпионаже Что-что? Русский шпион? Да, русский Нашли у него переписку, где он рассказывал о ситуации здесь Он общался со своими друзьями и передавал им информацию Он опрадовался тем, что пытался их вербовать Ему вынесли вердикт Казнь после пятничной молитвы Назвали его кафиром и предателем ИГИЛ регулярно обвиняют в шпионаже выходцев из стран СНГ Подобных видео полно в сети Показания из подозреваемых выбивают Под пытками бывшие соратники террористов признаются даже в связях с ФСБ Я собрал о них информацию и передал ее в ФСБ Российской Федерации За каждую информацию мне перечислили деньги на карточку Этого так называемого шпиона, скорее всего, казнили в Ашададе Именно в военной столице ИГИЛ находился лагерь для подростков, завербованных террористами Детскому отряду дали название Львята-Халифата На этом видео один из юных рекрутов выступает палачом По милости Всевышнего Аллаха, они находятся в руках Львов-Халифата Русский язык ИГИЛовцы активно используют не только в роликах, которые публикуют в сети Но и в своих официальных документах На одном из постов в Ашададе находим этому подтверждение Вот официальный их документ на двух языках, арабский и русский Вот уже эмблема ИГИЛ и четко на арабском и на русском Исламского государства, Виляят Барака, Мажмуа Давуд Исламское государство, провинция Добра, группа Давуд Русская шапка на бумаге военной канцелярии ДАЕШ лишь начало Вот подробная инструкция для караула на Рибате Дословно с арабского сторожевого дома Девять пунктов, которые должны соблюдать дежурные Среди них запрет на сон, плееры, телефоны, ноутбуки, чтение книг и так далее На одном из соседних зданий мечети имени Усама Бен Ладена Доказательство того, что русский язык террористы использовали в том числе и далеко за пределами боевых действий В свободное от войны время ИГИЛовцы из стран СНГ подрабатывали строителями Уважаемые братья, в мечети установлена коробка для приема заявок на ремонт домов Для облегчения выполнения заявок обязательно указать дату подачи заявки, точный адрес, имя хозяина дома, причину вызова, описание поломки, что нужно сделать Дома чинили своим же соратникам, маджахедам из Туниса и Ордании и других арабских и неарабских стран В объявлении ниже специальная отметка, цитирую В случае, если русский язык знаете плохо, то попросите вашего Масуля написать заявку Тут же интересуемся у ополченцев, кто такой Масуль Масуль — это командир отряда количеством от 10 до 50 маджахедов, вот что это значит Отсюда делаем вывод, командиры отрядов экстремистов либо поголовно знают русский, либо обязаны знать его Под объявлением говорящая сама за себя подпись старшего игиловского прораба Масуль по ремонту домов Муса Абу-Усама в Дагестане Черный по белому написано Русскоязычные террористы, по словам местных, проживали отдельно от других в поселке городского типа на окраине Аш-Шададе Проживали, судя по всему, семьями Вот гостиная в одном из домов, на стене алфавит Детей кириллицы обучали в обязательном порядке Вот список покупок, явно составлен хозяйкой Мочалка, бальзам, аптека Лавку, где можно все это приобрести, тоже ни с чем не перепутать То есть русский язык фактически по значимости у террористов являлся вторым после арабского Объясняется это очень просто В этой области большая концентрация террористов из Средней Азии, а также из Северного Кавказа Как иначе им общаться, если не на русском? Семен Пегов, Александр Мельников, Артур Кибеков и Константин Просалов Live News, Сирия, Аш-Шададе Редактор субтитров А.Семкин